Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня на повестке дня знаменитое пальто Тедди, которое в России, как написала мне моя мама, как написали другие зрители, почему-то называется Чебурашка. Мне кажется, гораздо удобнее называть его все-таки Тедди, на мой взгляд, это более отражает его сущность. Но Чебурашка так Чебурашка. Пойдет речь об этом пальто, а точнее о том, как же его стилизовать, как его красиво носить и вообще, возможно ли это сделать. И на самом деле это видео будет полезно не столько обладательницам таких пальто, потому что те, у кого такое пальто имеется, уже поняли, что носить его крайне сложно, красиво и стильно. Но скорее это видео будет полезно тем, кто, возможно, задумывается о том, чтобы такое пальто купить в любом цвете. Сейчас на самом деле существует огромное разнообразие цветов, огромное разнообразие фактуры, материалов и так далее. Давайте посмотрим, о чем же идет речь. Итак, в 2013 году Максмара выпускает, я надеюсь, что я не ошибаюсь, но все-таки 2013 год Максмара выпускает первый раз на подиум это пальто. И это пальто не имеет никакого успеха, никакого успеха у модниц, никакого финансового успеха, потому что эти пальто не распродаются. Я даже не знаю, идут они на скидку или нет, совершенно точно. Это была даже не основная коллекция, это была подиумная коллекция, которая потом была предложена и появилась в магазинах. В принципе, насколько я знаю, в нашем подаванском магазине это пальто существовало в каждом размере, в одном экземпляре. То есть сами магазины не закупили, либо не поставили огромное количество этих пальто, рассчитывая на то, что они будут разлетаться, как горячие пирожки. В нашем подаванском магазине была одна эсочка, и я стала счастливой обладательницей этой эсочки, которая, конечно же, не выглядит как эсочка. Что произошло потом? Потом это пальто у меня благополучно лежало очень долго. Я сразу поняла, насколько оно теплое, я сразу поняла, насколько оно комфортное и удобно в нем находиться, и приятно в нем находиться. Но я также сразу осознала, что это пальто никак меня не украшает, и, в общем-то, носить я его не могу. И лежало оно долго-долго-долго, пока, вот буквально-таки в прошлом году это пальто было снова предложено. И предложено сразу, как иконическое пальто. Оно было выпущено в четырех основных цветах, возможно, в трех, это, кстати, даже и не важно. И плюс еще было несколько цветов дополнительных, которые были так называемые сезонные цвета. Это был белый цвет, это был розовый припыленный, и, возможно, какие-то еще цвета сезонные были выпущены. И здесь важно понимать, что в тот момент, когда Max Mara, то есть в тот момент, это был прошлый год, выпускает эти пальто в других альтернативных цветах, не классические кемо, не темно-синие, не черные, не красные, да, четыре классических цвета, сейчас я точно могу сказать. Она называет вот эту линейку альтернативных цветов не тедди-пальто, не тедди-коут. То есть эти пальто получили другое, другое номинование. Все эти цвета пошли потом на скидку. Но, внимание, примерно через неделю, как эти цвета пошли на скидку, скидки убрали. И вообще эти пальто убрали из продажи. И в этом году их предложили уже по новой стоимости. Посмотрите, как выглядит белое пальто. Оно, если не ошибаюсь, теперь вошло в классическую линейку цветов. И стоит в этом году оно вот столько. Пальто это, если я не ошибаюсь, поменяло несколько свой состав. Первый состав был, по-моему, 100% шерсть верблюда. Потом была шерсть плюс шелк. В этом году я даже не знаю, что нам предложили. Но выглядят эти пальто из года в год примерно одинаковые. Одинаковые. И в этом году появились также яркие цвета. Это бирюзовый, это розовый, это желтый. Возможно, опять же, существует еще несколько цветов. Но я видела этим. Зачем я это рассказываю? Затем, что очень важно понимать, что эти пальто не получили никакой популярности изначально. А в прошлом году Макс Мара сделала титанические усилия. И никогда в этом не признается. Но если вот мы следили за Инстаграмом в прошлом году, за Инстаграмом, допустим, каких-то селебрити, либо, опять же, за хэштегом Тедди Коу, то мы могли видеть, что эти пальто появились на Джулию Робертс, появились на... Забыла, как называю... Как зовут топ-модель. В общем-то, на, что называется, очень известных людях. И склонно я почему-то считать и думать, что эти пальто на этих людях мы увидели прежде всего, потому что Макс Мара предложила определенные маркетинговые усилия к этому. Потому что пальто не было популярным, не было никакого смысла Джулию Робертс это пальто, в общем-то, носить. Тем более, фотографироваться в нем, якобы она куда-то войдет, откуда-то вышла. Вот в этом пальто, белое, если не ошибаюсь, вот в этом пальто она и была заснята. А Макс Мара вкладывает, на мой взгляд, большой бюджет в том, чтобы эти пальто продвинуть, и убирает их со скидки. В следующем году предлагает их, как все иконические пальто, на определенную, скажем так, на определенный процент стоимость повышается у этого пальто. И вот в этом, опять же, я вижу непопулярность этого пальто. Также, потому что Макс Мара выбирает такой интересный ход. Свои иконические пальто, из года в год повышается на них цена, потому что она Макс Мара, то есть призывает таким образом здесь и сейчас вложиться в подобное пальто, потому что она совершенно отчетливо говорит, завтра такое пальто будет стоить дороже. Это Мануэла пальто, это пальто Тенди, ну и опять же, вот эта вся линейка классических иконических пальто. Соответственно, мы имеем дело, на мой взгляд, с исключительно маркетинговым продуктом, который, внимание, очень и очень хорошо смотрится на фотографии. Если мы посмотрим Инстаграм с Тенди, под хэштегом Тенди Корт, пальто Макс Мара Тенди, вот любой из этих хэштегов мы возьмем, мы увидим огромное количество классных фотографий, стильных фотографий и так далее. И даже если они не пропущены через фильтр, даже если они не тронуты в фотошопе, мы можем увидеть, что да, пальто Тенди очень и очень хорошо смотрится, при этом не только классическое пальто Макс Мара, а любое пальто, что называется, вариация на тему, любая чебурашка посмотрится хорошо. И в этом есть первая особенность этого пальто. Это пальто очень и очень фотогенично. Мы знаем, что есть фотогеничные люди, которые на фотографиях получаются лучше, чем выглядят в жизни. И вот это случай с вещью, которая на фотографиях выглядит гораздо-гораздо лучше, чем в жизни. Поэтому, если вы задумаетесь о пальто Тенди, имейте это в виду. А если у вас есть пальто Тенди, вам кажется, что вы не умеете его носить, имейте также в виду, что это пальто просто очень хорошо получается на любой фотографии. Вторая особенность этого пальто, почему оно и получило такую популярность, именно в плане продаж, последующих продаж, речь идет прежде всего о прошлом и о текущем сезоне, холодном сезоне, то есть зимнем сезоне, осень-зима, о прошлом, а также текущем. Потому что сама идея действительно классная. Ты заворачиваешься в это пальто, и тебе уютно, и если оно тем более из натуральных материалов, ты сразу понимаешь, насколько тебе будет тепло. Плюс это пальто очень объемное, мы понимаем, что туда, под это пальто, мы можем надеть огромное количество одежды, незамерзных действительно. И это опять же отсылка, почему это пальто очень фотогеничное, потому что оно очень уютное. Оно транслирует вот этот уют, который может транслировать, скажем так, хороший, классный, качественный плед, и стопроцентной, возможно, шерсти, с добавлением кашемира. У нас это пальто ассоциируется совершенно специально, и осознанно, это маркетинговый ход, я уверена точно, с неким уютом и теплом. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что если речь идет о классическом пальто, то да, оно вас согреет, а если речь идет о полиэстеровом варианте, то, возможно, это просто действительно дань моде, потому что, да, пальто вам нравится, пальто такое можно носить и стилизовать, но оно не будет нести изначально своей функции, которая на него возложена, из-за которой, в общем-то, и прощается очень многими модницами, его, скажем так, уродливость этого пальто. Об этом нельзя умалчивать. Это пальто уродует любую фигуру. Оно, в общем-то, не комплиментарно ни для одной из женщин. И вообще, если обладательница такого пальто не очень высокая, то, на самом деле, это пальто может смотреться просто критично. Поскольку я говорю об особенностях этого пальто, третья особенность такого тегди пальто, чебурашки пальто, заключается в том, что оно ужасно смотрится в жизни. Насколько оно красиво на фотографиях, настолько ужасно оно смотрится в жизни. Давайте посмотрим, как же такое пальто можно носить, если вы хотите его купить, прежде всего, потому что вы хотите согреться, потому что даже если это будет полиэстеровый вариант, действительно, под это пальто можно очень много надеть шерстяных свитеров. Два как минимум надеть можно, можно постараться и третий надеть. Давайте посмотрим, как это можно сделать. И, соответственно, если у вас есть такое пальто, возможно, какая-то идея вам понравится. Если такого пальто у вас нет, Возможно, вы и передумаете его покупать. Итак, первый способ носить такое пальто, это обязательно надевать его. Внимание, с шапкой. Я знаю, что многие прошлись по моим шапкам. Кстати, сегодня я забираю шапку подобного же варианта. Я так понравилась себе шапке. И, в общем-то, в пальто Тедди я себе понравилась, потому что мне было очень тепло, что я заказала себе подобную шапку. Почему именно шапка? Почему именно такая шапка? Многие назвали ее бомжовской шапкой. Да просто потому, что она слегка придает нам роста. Из-за того, что есть некий объем сверху, шапка свисает, как у гнома еще называется эта шапка здесь, в Италии. Она просто придает нам чуть-чуть, несколько сантиметров роста. Соответственно, визуально наша фигура становится чуть-чуть более вытянутой. Именно поэтому, кстати, эти шапки настолько комплементарны с любыми пальто, потому что они вытягивают силуэт. Поэтому, если вы хотите носить такое пальто стильно, Тедди пальто, Чебурашку пальто, к шапке придется присмотреться. Какой шапке? Конечно же, яркой. Вообще, пальто Тедди, это пальто, конечно же, так называемого гранж стайла, гранж стиля. Ну, а попроще говоря, это такой бомжовский вариант стиля, потому что, ну, по-другому никак не скажут. А вообще пальто очень похоже на банный халат. Поэтому шапочку придется надеть, и шапку можно, в общем-то, поэкспериментировать с цветом. Можно выбрать самую-самую яркую. Также очень важно к такому пальто, скорее всего, прикупить длинный шарф. Насколько длинный? Вот прямо-таки по середину голени. Этот шарф будет тоже вытягивать нам силуэт. Этот шарф, внимание, позволит носить нам пальто Тедди, пальто Чебурашку именно расстегнутым. Это пальто не предусмотрено для того, чтобы носить его застегнутым. Оно будет смотреться очень нехорошо. Оно, повторюсь, непредусмотрено. Несмотря на то, что там есть две пуговицы на классической вариации пальто Максмара, это пальто застегнутое, не носится. Оно было выпущено на подиум, расстегнутым. Оно вообще было выпущено на подиум, если мы посмотрим фотографии 2013 года, наброшенным на плечи, потому что, ну, не носится оно застегнутым. Оно очень нехорошо смотрится застегнутым. Что позволит сделать нам шарф? Шарф позволит нам не замерзнуть. То есть, если мы будем носить длинный шерстяной шарф, ну, такой шарф можем сами себе связать. В прошлом году я вязала, ничего сложного нет. И, соответственно, мы закроем себе грудь, и нам не будет так холодно, как если бы все это мы не закрывали хорошим шерстяным шарфом. Ну, и плюс мы, опять же, вытянем силуэт, так же, как мы сделаем при помощи шапки. С чем носить это пальто, если говорить о наших ногах? Не об обуви, а именно о ногах. Это пальто лучше всего смотрится с брюками. При этом с брюками, внимание, укороченными. Да, многие скажут, как носить зимой, когда мы хотим утеплиться. Именно за этим мы покупаем пальто Тедди и укороченные брюки. Укороченные брюки должны быть укороченными только для того, чтобы щиколотка наша была видна, тонкая. Но мы можем покрыть эту щиколотку, тем более я показывала, что, на мой взгляд, это рождающаяся тенденция, которая набирает популярность. Мы можем закрыть щиколотку чем угодно. Шерстяным носком, толстым, не очень толстым. То есть, нам важно сохранить узость силуэта хотя бы там узким, потому что запястья узкие обнажить мы не можем. Мы находимся в разгаре осени, либо даже зимы. А вот опять же там, в щиколотках, мы все-таки можем при помощи обуви таких ботинок, как Челси, либо при помощи обуви и плюс укороченных брюк. А какая обувь должна быть к такому пальто? Только Челси, которые позволяют нам сохранить, повторяюсь, узость силуэта в районе щиколотки, либо кроссовки, которые, с одной стороны, смотрятся большими относительно нашего силуэта, но плюс кроссовки, это всегда низкая обувь, либо кеды, это всегда низкая обувь, хотя кеды могут быть и высокими, но я веду речь именно о низкой обуви, до косточки, чтобы, повторюсь, щиколотка наша была. Неважно, откроем мы ее, мы не мерзнем, и не боимся замерзнуть, либо мы ее закроем при помощи тонкого носка. Соответственно, вот эту силуэтность, тонкость силуэта нужно сохранить вот в этой нижней части. Если мы говорим о юбках, могу сказать, что с юбками я пробовала носить. Да, можно, но, опять же, что называется, не ахти. И если мы надеваем юбку, то обувь должна быть, повторюсь, либо кроссовки, чтобы было видна узы щиколотки, либо челси. Но если мы носим челси с юбкой плюс пальто Тедди, есть риск обрезать нам силуэт, из-за того, что не будет красивой игры длины, которая создается при помощи края пальто, при помощи выглядывающих брюк, при помощи края обуви, и, возможно, при помощи края носка, который приспущен все-таки. Поэтому с юбкой будьте очень-очень внимательны, внимательны померяйте. Я считаю, что это пальто, оно практически все-таки не носится с юбкой, либо юбка плюс каблук. Это пальто, кстати, можно носить с любой одеждой, с платьями, с юбками и с любыми брюками, если мы надеваем каблук. Каблук, на самом деле, мы, я думаю, любая женщина, мы женщины знаем, каблук вытягивает любой лук. И, в общем-то, как я часто говорю, на каблуках каждая может быть красивая, а вот в балетках это сделать гораздо-гораздо сложнее. Для того, чтобы выглядеть хорошо, стильно, модно и красиво и комплементарно для своей фигуры в балетках, это нужно действительно неплохо разбираться в одежде, неплохо знать свою фигуру. Хочу сказать, что пальто Теги в классическом цвете Кэмл очень хорошо смотрится с любым денимом. Это любые джинсы, плюс джинсовая рубашка и, внимание, плюс даже джинсовая куртка. Я сказала, что изначально Максмара выпустила это пальто накинутым, наброшенным на плечи, и это пальто также очень хорошо будет смотреться с любой тонкой верхней одеждой под это пальто. Это может быть укороченное пальто до середины бедра, полностью застегнутое, либо расстегнутое, посмотрите. Это может быть легкая ветровка, и если мы говорим о свитерах и вот о подобных вещах, данное пальто очень хорошо смотрится с худи, обязательно должен быть капюшон, который выправляется, тоже создается очень такая хорошая гранж, стилистика гранж, наверное, так можно сказать. Бомж-стайл такой хороший создается, поэтому присмотрите с толстовками, если такое пальто у вас есть, либо вы хотите его купить. Но, повторюсь, любая верхняя одежда в виде даже спортивных, наподобие адидаса я показывала, летом мерила, ветровок различных, различных бомберов, кожаных, возможно, даже не очень плотных, не очень объемных, будут очень хорошо смотреться. Изначально Макс Мара так и предлагала нам носить. Ну и последний момент, я о нем уже упомянула ранее, но хочу отдельно остановиться на нем. Пальто Тедди, это пальто, которое носится расстегнутым, если уж не наброшенным на плечи, то расстегнутым совершенно точно. Я много раз показывала витрины, много раз демонстрировала это пальто в разных цветах, оно может быть в сочетании пастельным, в сочетании более ярким, более яркие цвета миксуются. Либо мне очень понравилась витрина, где был полностью белый нижний слой, плюс яркого синего цвета пальто, пальто Тедди, пальто Чебурашка. И обратите внимание, всегда это пальто на витринах расстегнуто, и в жизни оно будет хорошо смотреться, и гораздо лучше смотреться на тех модницах, которые решатся носить его расстегнутым. Повторюсь, это пальто настолько объемное, что его можно носить расстегнутым, прежде всего, если мы будем надевать соответствующий нижний слой одежды. Вот такие способы носить это пальто стильно, не отчаивайтесь, если вы себе не очень нравитесь в этом пальто, но зато оно, возможно, вас согревает больше, чем любая другая одежда. На мой взгляд, сейчас альтернативы вот такому модному, классному, стильному способу утеплиться, прежде всего, когда речь идет действительно о низких температурах, не существует, потому что от пуховиков мы все устали. Пуховики выпускаются, как правило, в очень скучных темных цветах, в то время как теги предлагается в любом цвете, мы можем выбрать то, что нам нравится. Из недостатков совершенно точно могу сказать, в особенности, если вы хотите купить себе дорогую вариацию пальто Чебурашки. Это не обязательно будет Maxmar, это, возможно, будет любой другой производитель, который сделает его, прежде всего, из натуральных материалов. Одним из основных недостатков, помимо того, что его трудно, это пальто носить, для меня лично является тот простой факт, что это пальто очень объемное, его очень тяжело хранить. На вешалке оно занимает место трех обычных пальто. Ну и, соответственно, когда я убираю его на зиму, это тоже большая сложность, куда же его убрать. Своё пальто я традиционно храню в выдвигающемся ящике, там лежит только это пальто, сложенное пополам, и оно занимает объем всего пустого ящика. На этом с вами прощаюсь. Желаю вам хорошо, классно, стильно, выгоди, даже зимой, когда очень и очень холодно. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.